Азербайджан Буквально на днях стало известно, что Азербайджан продлил срок заключения лидеров Арцаха, оказавшихся в плену Алиевского режима. «Я бы хотел вспомнить тех людей, кто был готов поплатиться свободой ради своей страны. Бесстрашные и храбрые политики, видные общественные деятели, на чье скорейшее возвращение домой мы молимся всем народом». Тавид Ишханян – герой Первой Карабахской войны, общественный деятель Арцаха, человек, который всю свою жизнь посвятил службе на благо своей родине и своему народу. Он был председателем Национального собрания Арцаха. А сейчас Тавид Ишханян находится в азербайджанской тюрьме по абсолютно ложным обвинениям в терроризме. Он – один из лидеров и видных деятелей Арцаха, оказавшихся в плену Алиева. О свободе и благополучном его возвращении в Армению нам остается пока только мечтать. Тавид Ишханян родился 27 декабря 1968 года в селе Ашан Мартунинского района в Арцахе, в период, когда регион находился под властью Советского Союза. Его детство прошло в атмосфере национального пробуждения и борьбы за права армянского народа. В 1985 году окончил среднюю школу села Ашан. После он окончил историко-юридический факультет Степанакерского педагогического института по специальности «История и юриспруденция», где проявил себя как талантливый и энергичный студент, активно участвующий в общественной и политической жизни института. В детстве Давид мечтал стать врачом, но очень быстро стал понимать, что внутри него горит огонь, он неравнодушен к судьбе своей страны и народа. Именно поэтому он оставил свою детскую мечту и пошел учиться на гуманитарную специальность. В период распада Советского Союза и возрождения национальных движений в регионе Кавказа, Давид Ишханян активно принимал участие в движении за независимость Арцаха. Его организаторские способности и харизма позволили ему стать одним из ведущих деятелей этого движения и оказать значительное влияние на его развитие. В конце 80-х годов он поддерживал Карабахское движение, являлся членом студенческого отряда, а уже в 1989 году вступил в партию Дашнак Цюцун. И уже через несколько лет, в 1991 году, был избран депутатом Национального собрания Нагорно-Карабахской республики Первого созыва. Во время Первой Карабахской войны такой человек, как Давид Ишханян, не мог остаться в стороне. Он героически участвовал в военных действиях и служил в армии обороны НКР, являлся командиром батальона номер 28 Мартунинского района. Уже после войны и пяти лет работы в качестве директора школы в родном селе, герой Первой Карабахской войны Давид Ишханян стал полноценно строить свою политическую карьеру. Целью которой было не взбираться вверх по лестнице, чтобы потом сидеть на теплом месте, как это принято у некоторых других политиков. А цели он перед собой ставил все те же, что в юности. Он хотел мира и прицветания для свободного Арцаха. А продолжилась его политическая карьера в родном селе, где он стал руководителем общины села Ашан. С 2007 по 2021 год был представителем Дашнак Цюцун в Нагорном Карабахе. На выборах 2015 года был избран депутатом парламента НКР по мажоритарному избирательному округу. В течение двух лет возглавлял парламентскую фракцию Дашнак Цюцун. Являлся членом комиссии по финансово-бюджетным вопросам и экономическому управлению. Давида Ишханяна любят и уважают в Арцахе. К сожалению, Давид очень скромный политик. Ведь, как я уже сказал, он делает много. И делает это для своей страны. Но никогда этим не кичится. Сам же себя он считает до сих пор солдатом. Что служит на передовой и защищает интересы арцахца. В числе выдающихся политических деятелей Арцаха, чья судьба связана с пленом в Азербайджане, на высоком месте стоит имя Давида Бабаяна. Давид Клими Бабаян, родившийся в 1973 году в столице Арцаха в Степанакерте, является известным армянским политологом, доктором исторических наук, политиком и председателем консервативной партии Арцаха. До своего пленения он занимал должность министра иностранных дел, а также преподавал в университете. Судьба Давида Бабаяна внезапно изменилась 28 сентября 2023 года, когда так же, как и Давида Ишханяна, его арестовали на территории Арцаха, а затем доставили в плен в Баку, где он и находится по сей день. А теперь просто послушайте, какое образование получил Давид Бабаян. После получения среднего образования на родине он успешно окончил Ереванский институт народного хозяйства, а затем продолжил свое обучение в Американском университете Армении и Центральноевропейском университете в Будапеште, специализируясь в области политологии и международных отношений. В 2005 году он защитил кандидатскую диссертацию и получил степень кандидата исторических наук, а затем в 2018 году успешно завершил докторскую программу и получил докторскую степень. Он активно преподавал в университетах Арцаха, продолжая свои исследования. Политическая карьера Давида Бабаяна началась в 1998-1999 годах, когда он приступил к работе в политическом отделе Министерства иностранных дел на Горно-Карабахской республике. С тех пор он занимал ряд высокопоставленных должностей, включая должность помощника президента и руководителя информационного аппарата президента Арцаха. Своими действиями и идеалами Давид Бабаян всегда прославлял и защищал свою родину, проявляя выдающееся качество как ученый, политик и патриот. Мы должны, настоящее истинное лицо Арцаха, постараться его спасти. Однако его пленение оставляет много вопросов в обществе. Многие спрашивают, почему политик Давид Бабаян добровольно сдался врагу. Ответа на этот вопрос пока нет, и различные версии о его пленении вызывают много дискуссий. Вот, например, по одной из них стало известно, что через посредников ему было передано, что либо он приезжает добровольно сдаваться к азербайджанцам, либо может забыть о своих сыновьях. По другой версии, Азербайджан через делегатов проинформировал власти, что если Бабаян не приедет в Шуши, они прекратят поток граждан в Армению, закрыв мост Хакари. Истинную версию мы узнаем только, когда Бабаян благополучно вернется в Армению и сам расскажет о том, что же все-таки произошло. Таким вот печальным образом в плену у врага складывается судьба наших политиков. Но, как говорится в одной русской пословице, надежда умирает последней. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин